Страшная история произошла в Тимошевске. А что в прохладном? Что в прохладном с этим? Просто-напросто. Он сказал 7 тысяч. Забирайте деньги и вон отсюда. Дураков здесь нет. Забирайте деньги. За то, что там человек-покойник лежал 3 дня. Дело в том, что они с моргой ведут за ручку в этот магазин людей. И даже слышала, люди рассказывали, что если там не будут брать в том магазине, допустим, гробы, то забирайте тела и делайте, обрабатывайте их сами. Вот и все. Здесь происходит полная коррупция такая, что особенно морг. С одного могут взять 4, с другого могут взять 7, с другого 9. Одним вообще сказали, если вы не хотите, чтобы мы вам резали, давайте 10 тысяч, мы ничего делать не будем. У меня к вам один вопрос. Вы здесь берете с людей деньги, ваше учреждение. Я говорю конкретно вы. Когда я говорю вы, я имею в виду вашу организацию. То есть вы берете с моего народа, с народа города Прохладного, здесь деньги. У меня народ и так нищий. Мой народ в городе Прохладном нищий. Он зарабатывает копейки. То есть вы интересы народа? То есть, несомненно. У вас есть какие-то документы, что вы представляете? Мне для этого не нужны документы. А я, значит, их не представляю, эти интересы. Ну, я думаю, что, ну, по моему мнению, сейчас вы этого не делаете. Моя должность называется государственным экспертам. Ну, вот именно. Вот именно. А почему-то берутся здесь деньги. Так вот, Анастасия. А вы знаете о том, что на протяжении полутора лет администрация отказалась от захоронения трупов? Неизвестных и невостреливанных. Они не имеют права от этого. Самоустранились от этого. И мне пришлось захоранивать эти трупы за свой счет. Ну, у нас вообще-то по закону деньги на это выделяются. И ни копейки за это не получили. А как так? Объясните мне, как может это быть? А вот так. Администрация же должна деньги выдавать за это? Должна, но не выделяла. Я отказалась от захоронения трупов вообще. Лежит он у меня труп, смердит. Месяц воняет, гнилой. Не работать надо. Работать невозможно. Можно этих ядов трупных. Все, что можно угодно получить. Звоню в администрацию. Тогда еще был миллер. Я говорю, так и так вот. Надо же как-то решать этот вопрос. У нас нет такой возможности. У нас сейчас фермирование. Передают нас там куда-то, как это организация. И мы не можем это делать. И мне... А что мне стало сделать? Заниматься от этого лакетой бумажной? Писать эти жалобы? Я вот здесь задохнулся от этого трупного запаха. Я взял это на себя. С главой дважды встречался. Дважды по этому вопросу. В итоге он перенаправил ко мне миллера. Разбирайся с ним сам. В итоге миллера нет. Он уже уехал. Я оставил меня с трупами один на один. Ну, прокуратура. Не пробовал? Вот. Уже по всей видимости. Я не хотел ссориться. Не хотел выносить ссоры за зубы. Ну, раз так уже пошла такая пьянка, по всей видимости, сейчас полетят голову в стену. Иди. У нас все люди попросились, что взяли деньги. Я не стал подставлять никого в сексометрике. Я отдал бы весь раз. Ну, вот вы зря это сделали. Ну, почему зря? Ну, почему должен подставлять человеку? В смысле подставлять? Если он нарушил закон и взял деньги, не по закону, почему вы должны его прикрывать? Это пословничество. Ну, я не стал уже разрывать. Это окал человеку, ради бога. Ну, я знаю, что вот этот магазин оказывает эти услуги, но они указывают услуги здесь. Здесь, здесь. Родственникам. Родственники просят, они делают это все. Дайте номер. Я снесла звание с Валерией. Ну, там же есть у вас номер. У меня ее номера нет. Там же есть на этом самом. На ее это? Да. Ну, вы ей там, может, наберете, может, она ответит на вопрос. Ну, это моя бывшая жена. При разводе я дал ей деньги на последующий магазин. Все. Может быть, вы спрашиваете себя, Анастасия, зачем ты нам показываешь видео годовой давности? А вот зачем, дорогие мои подписчики, дорогие мои друзья, дорогие мои соотечественники. для того, чтобы напомнить вам, потому что, может быть, кто-то из вас не видел этого видео, не знает. И я хочу напомнить вам о федеральном законе номер 8, о постановлении Совета депутатов городского округа прохладный, в котором говорится об обязательном перечне предоставления гражданам ритуальных услуг бесплатно, на безвозмездной основе. Может быть, вы до сих пор этого не знаете? Так я вам еще раз об этом говорю. Дорогие мои друзья, если, не дай бог, в вашей жизни случилось такое страшное событие, такое горе и беда непоправимое, у вас ушел близкий родственник, не надо брать кредиты, не надо занимать деньги, не нужно этого всего делать. У нас эти все услуги предоставляются гражданам на безвозмездной основе. Есть федеральный закон, есть постановления местные. Всего лишь навсего нужно обратиться в муниципальное унитарное предприятие, которое входит в состав чистого города. Находится оно возле кладбища, вот прям возле рынка, вы это прекрасно увидите, там, где все ритуалки стоят, в рядок, вот там, и оно стоит, оно, такое табличка там есть, и прекрасно, вы его легко найдете, в любой ритуалке спросите, где здесь муниципальное, ритуальное, унитарное, вот это предприятие, вам все покажут. Туда приходите, заказываете все эти услуги, они обеспечивают вас услугами, не тогда, когда им надо, а тогда, когда вам надо, понимаете? и гроб обитый, катафалк, крест, носильщики, могила, и все остальное, кроме, да, там уже одежды, и всего прочего, вот то, что прям необходимый перечень, он предоставляется бесплатно. Ну вот эти 6 тысяч погребальные, вы не получите в этом случае, они уйдут этому предприятию, ну и пусть бог с ним, я посчитала, вот по самым минимальным расценкам, по самым скромным, все самое дешевое, меньше 25 тысяч, это все не стоит, это все не стоит, пусть они себе заберут эти 6 тысяч, а вам отдадут услуги. И кроме того, дорогие мои друзья, после видео, которое я снимала в 2020 году, на морге появилась вот эта табличка замечательная, и в морге, в городе Прохладном, деньги не берут. Если кто-то с вас потребовал деньги в морге, знайте, это преступление, запишите это на камеру, пожалуйста. Илья, это житель города Прохладного, который посмотрел видеоматериал, выпущенный мною, про работу МУП, и решил проверить на собственном опыте, так сказать, как работает, да, ну, к сожалению, пришлось проверить, ну, это неизбежно, да, в жизни каждого человека есть смерть, в любом случае, смерть близких, кого-то, так произошло и в жизни Ильи, у него умер близкий человек, ему пришлось проверить на практике, как работает законодательство в сфере обеспечения похоронных услуг гражданами. Илья, а в каком году это с вами случилось? В 20-м году. В 20-м году? Да, в декабре месяце. В декабре месяце. У вас умер близкий родственник, и вы что? И вы что сделали? Обратился в МУП, чтобы помогли с захоронением. Помогли, предоставили все, что нужно было. Там, конечно, у меня получилось то, что дядя мой был слишком большой, и подходящего гроба у них не подходил, не нашлось. Поэтому чуть-чуть доплатил за гроб, а все остальное они предоставили. автобус, могилу, людей, чтобы помогли вынести, занести. Полностью все, что нужно было. Крест, да? Крест, все они предоставили. Кроме одежды. То, что это должны каждый покупать одежду, и еще там что-то. Ну, ритуальные принадлежности, типа там полотенчиков, таких вот делов. Понятно. Значит, вот перед вами живой житель города Прохладного, который пошел в муниципальное предприятие и на основании закона попросил их предоставить все эти услуги бесплатно. Что и получил человек. Получил, да, все даже очень хорошо выполнили в кратчайшие сроки, Вот, спасибо большое, МУП. Можете, когда хотите. Да, конечно. Спасибо, Илья. Сейчас, на данный момент, уголовное дело возбуждено в отношении Макарова и еще группы сотрудников Морга. Решение, я не знаю, вынесено или нет, но дело возбуждено. Там 12 огромных томов. Хочу выразить огромную благодарность и признательность Екатерине, сотруднице по борьбе с экономическими преступлениями. Именно она приложила очень много усилий, чтобы вот эти люди понесли ответственность, которые брали деньги с людей в морге. Так что, уважаемые друзья, в городе прохладном федеральный закон номер 8 работает. и любой из вас может убедиться, ну, не дай бог, чтобы вам пришлось в этом убеждаться, не дай бог, но, к сожалению, к моему большому, жизнь это сестра смерти. Они идут за ручки и никуда нам с вами не деться ни от одной сестры, ни от другой. Вот так. Так что, когда люди хотят и борются за свои права, все у них получается. И на фоне этой страшной истории из города Тимошевска я могу сказать и отрапортовать вам всем, что такой ситуации в прохладном не будет. Не будет. У нас в городе прохладном федеральный закон номер 8 работает. Большое всем спасибо за внимание. Пока-пока. Рада вашим лайкам, рада вашим комментариям, подпискам. Распространяйте это видео, расшарьте его максимально, чтобы как можно больше людей знало о этой информации. Это очень важная информация для каждого. Просто для каждого. Все. Всем пока-пока.